Блава Господу! Господь благ! Привет вам из Беларуси, из Беларуси, из Беларуси. Большое спасибо, пастор Роман, за вдохмордость быть в вас. У вас вообще чудесная цеха. У себя ищет раунда, встретится снова, болтались. Я забыл про Беларусь. А смазь бы что-то уходит, профессор. И чудесный пастор у вас. Вы знаете, я хочу сказать, что подняйте руки пастора. И у себя и так же. Библия говорит, что лучше открытая ненависть, чем скрытая любовь. Это знаете, как такая история. Одна жена, у нее, конечно, муж был. Они уже жили 20 лет вместе. Я не говорю тебе, как мы говорим. Кто, если я не говорю? Муж, муж. Говорит, он 20 лет по-живому месяцу. Он 20 лет, кто сзывом. И ты ни разу не сказал, что ты меня любишь. Он ты нарез� не патишь, что ты мне мило. Он говорит, я тебе сказал вам, что я тебе так делаю. Он говорит, что мы, когда мы говорим, что вы говорите, что мы говорим? Что вы делаете? Пять милые. И есть то, что вы там видели, что вы говорите. Они как-то смайнились, а вы говорите. Вы знаете, как вы думаете? Знаете, как мы думали? А мы думали. Ну, полноценные, что вы говорите. Но мы думаем, как важно, друзья, чтобы любой было проявлено. Продолжение следует... Я являюсь пастором в Гродно. Я верю, что меня церковь моя любит, но иногда, когда Дашка, мне так сложно бывает, они так круто, но только это между нами, я свежие мнения, как в субботу говорю, я верю, что у нас так много взятия нету. Но иногда я же мог уменьшить в своей жене, говорю, я не знаю, как мне заставить себя крести в воскресенье проповедовать. Потому что мы рассматриваем служителей, когда Дашка, но это же служитель, но Господь его поддерживает, если не туру, но друзья не вынуждены поддерживать. Теперь мы видим этот пример, когда Моисей молился, мы рассказываем о том, что он усколился, и он держал на тебе руки. Но когда руки его опустовали, когда слава Господь отстает, слава Господь за тех людей, которые были, они поддерживали. Они могли, конечно, давать совет к Нему, Моисей держи руки, но они поддерживают. Поэтому я верю, что ваше постарат, как Роман Иосифуга, Роман Иосифуга, это Божий дар для этой церкви. Поддерживаясь. Это говорит, проявляйте свою любовь. Исполняйте сам Министерий. Что значит проявить любовь? В каком мозге мы исполняем СМИСТЕЙ? Это значит сделать так, чтобы человек понял, что его любят. А человек с того понимает, что его ценят, и он в вас ценят, он еще сам есть. Это просто у меня в сердце, я не планировал это понимать. Но я почувствовал, что мне надо это сделать. Мы не можем сказать, что они мать. ПОЛОДИСМЕНТЫ ГОВОРИТ ПОЛОДИСМЕНТЫ ОБРАНТИ ОБРАНТИ ГОВОРИТ ПОЛОДИСМЕНТЫ ПОЛОДИСМЕНТЫ ВОРАНТИ ПОЛОДИСМЕНТЫ Иисус сказал, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь испытка». А вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. И в чем заключается духовная правда? В том, чтобы противостоять тому, что от дьявола, от дьявола, и принимать то, что нам уже Господь дал. Вера нам необходима не для того, чтобы говорить Бога, чтобы Он что-то нам дал. Вера нам необходима для того, чтобы мы могли принимать то, что Он уже нам даровал. Я верю, что все, что Бог даровал нам, оно доступно. Через веру. Дьявол, он всегда все усложняет. Сатанас верно, Иисус сожди. А Бог всегда все упрощает. Дьявол усложняет Бог, иисус сожди, и основей Бог. Дьявол пытается исказить в наше мышление, как делу о Боге. Иисус сожди. Иисус сожди. Сожди. Иисус сожди. И также картину того, кем ты являешься в Боге. То кастулаешься. Тайкунга. Ты должен правильно видеть Бога. Ты в парезии отзывался. И правильно видеть себя. И правильно видеть себя. Вы знаете, это есть такое смирение, ну, вы не должны думать о себе. Бог может использовать нас только в рамках откровения относительно Бога, и относительно того, какое ты имеешь откровение относительно самого себя в Боге. И Твоего понимания, то, что ты имеешь в Боге. Бог не может нас использовать. Иисус сожди. Иисус сожди. Если мы не уверены в том, что мы имеем. Иисус сожди. Помните историю, когда Петр шёл в храм? И он увидел Пётр с Аяна. И они увидели человека больного. И Петр сказал, серебра из новых нет у меня, но дают мне то, что имею, во имя Иисуса Христа станет от себя. Смотрите, он был уверен в том, что он имеет. Он был уверен в том, что он имеет исцелительное показание. И Бог мог его использовать. Ты должен быть уверен в том, что Бог тебе уже дал. И надо этого уже смирения. О, я буду молиться за больного, но я не уверен, конечно же, когда я вам пожелаю. И слушать, что это нас, палец нас, такие вслые. Господь сказал, разложите руки на бедах, и они будут в дорогах. Сколько стоит? Иисус сказал однажды. Вы не уверуете, пока не увидите знамя нечудеса. Вы знаете, почему тогда, хоть и кто-то приходит к Богу, и вот так все легко принять от Бога. Как нам так, и мы не знаем, что вы не знаете, что это сложит. Так это скажите, что это все круто. Бог сказал однажды. И остается Адама. В день, когда вкушешь плод, смерть умерет. Дай ты на этом. Бабди сау. Он умер духовно. Обычно на Гаеве. Но физически он жил еще 900 лет. А в Питисе скричал цива и девятьсих гадов. В 900 лет понадобилось дьяволу. Девятьсих гадов и девятьсих гадов, чтобы научить Адама, как умереть. Адам не знал, как умереть. Бог не хочет, чтобы ты знал, как умереть. О, что такое было не успевало. Я посмотрю гугли симптомы. Зачем? Зачем? Папец. Посмотри в Слово Божье и в Существо оцените. Девятьсих гадов, что ты уже не знаешь, что когда на него загадут его, что ты должен почувствовать. Я помню давным-давно. Ну, это было больше 20 лет назад. Моя жена была в роддоме. Родился наш первый сын. А я в углом, я такой немножко волновался. Пришел домой. Тебе есть такие газеты, где объявления. Одна женщина в Гродно. Она неверующая была. И она пришла к врачу. И ей поставили диагноз. Какой-то неизначенной болезни. И она не знала, что ее делать. Уминезная клада. Потому что она не знала Бога. Уминезная клада. И она была в отчаянии. И вот все, что она додумалась. Уминез. По мебиринам, сестра брата. Она решила объявление в газету. Мне дала мне это слово. Она дала такое объявление. Я дала мне это слово. Ищу человека, который поможет в болезни. Уминезная кастболезия среди мира. А я как раз пришел и взял газету. И я читаю это объявление. Ищу человека, который поможет в болезни. И номер телефона. Ну, мобильных тогда не было, что я пришел. И поэтому я позвонил со своего тела. И я говорю. Я пастор. Прочитал ваше объявление. Хочу приехать за вас на молитву. Я говорю. Приезжайте. Дала мне адрес. Я думаю. Я такой, знаете, волную. Жена под домом. Думаю, я приехал. Я говорю. Я говорю. Я взял книжку. Нашел такую книжку. Книжку об исцелении. И думаю. Да, мне не упрощение. Я приехал. Я говорю. Кох пососеляй. Вот там книжка. И там записал свой номер. Потом, потом позвоните мне. На следующий день звонок. Ну, все исцелилось. Как теперь принять крещение Святым Духом? А я думаю. Откуда нужно взять на Святом Духе? Я говорю. Как вы ездите на Пистосаде играть? Я говорю. Ну, хорошо, говорю. Давайте встретимся только уже на улице. Привезите тут книгу, а привезу другую. Я говорю. Я говорю. Отдайте мне эту книгу. Ах, да. Равно будет. Я говорю. Отдайте мне эту книгу. Ах, да. Равно будет. Я взял книгу об исцелении Святым Духом. Приехал к ней на улице. Взял книгу об исцелении. Но она же уже исцелилась. Насколько мы желаем. Насколько мы желаем. Насколько мы желаем. Некоторые люди, они имеют болезни. Но они не настолько сильно желают исцелиться. Однажды у меня была проблема. Хроническая проблема. Может быть, я немножко сегодня о ней скажу. Это была хроническая депрессия. Это была вся в начале моего верования. И я три года боролся с депрессией. Это были такие атаки на муратах. И однажды я шагал и валился. Я говорю. Господь. Освобожи меня. А Господь мне сказал. Возьми зал пропуск. Ну я же проститься не люблю. Ну сейчас уже немножко проще. У меня уже есть запас какой-то. А я говорю Господь. Целый день не кушать. Может быть, так? А Господь мне сказал. Если ты не можешь ради этой нужды оказаться на один день отмисью. Значит, для тебя это не так. Это надо, это к своей. И все, что в молитве, в молитве прости не будет вам. Это была совсем высокая ситуация. То есть она, у меня уже как число и владеет. Нужно сбылось. К нам одна женщина поставила цель. Мы посвящили, Сергей, 15 лет назад И это было тоже конец двенадцатики. И потом она перестала заняться. Это не пастор, она надо сдаваться. А ее дочь, она существует. Сейчас у меня как тужина, она надо сдаваться. И эта женщина перестала с этим целью. и она не хотела больше 10 лет но она не приходила и где-то больше года назад ее дочь подошла ко мне и сказала она сказала, что только молились за мою маму а я говорю, что случилось? она говорит, что она уже несколько лет почти не ест она весит, ее вес 33 или 34 она не хочет, она не может сидеть она больше трех лет не уходи на улицу они живут на пятом этаже я, знаете, немножко, ну так мне было, я думаю я же столько раз приглашал ее но когда я пришел домой, Господь мне сказал иди к ней помолись за нее я взял свою жену и мы приехали и вот эта женщина она очень тощая и она могла только вот так вот, знаете, просто ходить вот так покрутили и она немножечко она ничего не могла есть и я сказал ей я говорю, мы помолимся но прежде скажите мне хотите ли вы жить? она сказала, ну я не знаю я сказал, подумайте и скажите хотите ли вы жить? она сказала, я хочу я сказал, тогда вы чистые я не могу сидеть она села она говорит, все нормально я сказал, встаньте она встала я говорю, чтобы сегодня вы пошли на улицу чтобы сегодня вы покушали И так моя тема Иисус будет целить Но когда народ Божий был в пустыне, там не было поликлиники, там не было дорогостоящей медицинской аппаратуры Но в коленах их не было болящее Я недавно прочитал такую статистику Вы знаете, в 30-е, 40-е, 50-е годы прошлого века Было очень мощное и мощительное пробуждение исцеления И я прочитал такую статистику У нас было статистику, что пробуждение исцеления Стало ослабевать любая По мере того, как в этом мире Вводилось медицинское страхование И людям стало проще Вызвать скорую помощь Я еще раз говорю, что я не против медицинских Если в какой-то ситуации Ты знаешь, что когда народ Божий был в помощь, что он не задает Я думаю, что ситуация, в которой я исцел Савра в пустыне, что у вас дает Но в то же время людям стало проще Вызвать скорую помощь Чем развивать свою верность в Север Смит Виксворд, он здравообщество Почти столь лет назад он сказал Он сказал, что я приближу дни Когда исцелять силы Божьей будет намного труднее Потому что существует слишком много всяких средств На которые люди возлагают всю надежду Существует слишком много всяких средств На которые люди возлагают всю надежду Существует слишком много всяких средств Давайте мы посмотрим несколько обитований В 323 Вот Рамос и Устеша Господь будет ценить Друзья, я хочу сказать, что не существует такого понятия, как взрыв веры Есть понятие рост веры Вера возрастает Почему иногда люди разочаровывают? Потому что они думают, что вера это внушение И они говорят, я буду верить, я понимаю, что я не верю Это внушение в плане Питера Не надо тебе принимать решение Вер на мне, а не в плане Питера Потому что ты не можешь воспроизвести веру Не верю Рады Питера Библия говорит, вера от слышания А слышание от Слова Божьего Только Слова Божьего Воспроизводит веру Если тебе нужна вера Давай Питера Не напрягайся Не переживай Не беспокойся Сделай себе кофе Укусайся кофе Сядь в кресло Возьми Вибвелю Аббира И читай Емласуй И не пытайся почувствовать веру Не пытайся почувствовать веру Не пытайся ошибить веру Не пытайся измерить свою веру В Snap by Встал, но ты не знаешь, веришься или нет, не входи в сверху. Верь в силу словови, оно обязательно произойдет вера. Библия говорит, царство может подобно, как если это условие. Как если человек бросит семя в землю. Библия говорит, он устает ночью и работает, и как семя всходит и растет, он не зная. Наша душа – это земля. Для земли все равно, какое семя. Если это семя не верят, земля не вращают. Если это семя верят, земля не вращают. В чем проблема сегодня с христианами? Они слушают так много информации. Они делают так много информации. Они в курсе всех проблем. Мы не писали в экскурсах. Всех эпидемий. Всех преступлений. Они не понимают, что это семя. Которые постоянно сеют. И там колючки эти души. И пока мы не сидим, они не читают библию. Максимально огради себя. Они не знают, что это семя. Читаем библию. Это семя в армии. Просто читаем библию. Каждый день. Если ты будешь каждый день. Хотя бы что не будешь таким. День. Не измеряя свою меру. Каждый день. В течение двух месяцев. Я тебе гарантирую, что многие вещи проживут в интернете. Исход 23. Мы открыли, да? С 23 хвоста. Служите Господу Богу вашему. И Он благословит хлеб твой и воду твою. И отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Тебе не возил тава земле, которая нелаикает земле в своем необычном. Число дней твоих сделают Бога. И старейший пилу того Деву скальку. Число дней твоих сделают Бога. И старейший пилу того Деву скальку. 90 салава смотри. Салава саскудрец. Вы можете не открывать. Третий стих здесь скажут, что Бог избавит тебя от гибельной язвы. Третий стих здесь скажут, что Бог избавит тебя от гибельной язвы. Да еще я падал так, слиц. Как Бог смотрит на болит? Давайте еще посмотрим ответ 12. Двенадцатая глава Евангелия Патре и прочитаем. У нас есть грекосказмодельс. Десятый. Десятого острова. Двенадцатая глава Евангелия Патре. И вот так был человек, имеющий сухую руку. И спросил Иисуса, чтобы отменить его, можно ли исцелить в субботу. Он же сказал, кто из вас, имея одно взу, если в субботу пойдет в яблони, возьмет ее и не вытащит. Двенадцатая глава Евангелия Патре. Сколько же лучших человек овцы. И так можно в субботу делать. Если кто-то заболевает, Иисус рассматривает это, как человек овца убал. И он говорит, какой из вас человек, имея овцу, если он заболел в колодец, Иисус рассматривает это. Тот, кто сейчас не вытащит ее, Иисус рассматривает это. Во-первых, я скажу некоторые вещи. Очень часто люди допускают болезнь. Вера в слышание Слово Божью. Страх от слышания Слово Театра. Иисус рассматривает это. Очень часто люди соглашаются с тем, что они больные. Дьявол начинает все эти мусорные страхи. С того, что это не так. А ты просто так? С того, что это не так. А ты просто так? Противостой дьяволу. Стая стресса. Иногда люди не могут принять исцеление. Потому что они не верят, что Бог их простит. И они не верят, что Бог их простит. Ты должен верить, что Бог тебя любит, что у тебя прятается. И вера не для того, чтобы говорить Бога. А для того, чтобы принять их Бога. Теперь давайте поговорим об Аврааме. Принципы веры, которые он использует. Бог призвал Авраама, ему было 75 лет. У него не было детей. Жена была бесплодна. Мы должны понять, что когда Бог пообещал Аврааму детей, для него это звучало абсолютно нереально. Абсолютно нереально. Абсолютно нереально. Аврааму было 25 лет. Но это не значит, что Бог хочет, чтобы мы знали два фета. Просто Аврааму понадобилось 25 лет, чтобы понять, как работают принципы веры. Кто-то может быть законом. Но Аврааму понадобилось 25 лет. Что такое принципы, что такое законы? Они срабатывают всегда. Если они работали в Аврааму, они будут работать в Аврааму. Но Бог желает не просто, чтобы ты принял исцеление. А чтобы ты не удержал его. Почему люди теряют исцеление? Они не понимают, что когда ты что-то принял от Бога, когда Бог остается неверным. Тебе необходимо жить на этом уровне веры. Постоянно подпитывая свою веру в твой ум. И вот я говорил в начальной депрессии, да? С которой я боролся. Однажды я помолился такой молитв. У меня здесь был статус отчина. И я сказал, Господь. То есть, Деус. Ну, вы должны понимать, что эта депрессия настолько, если она убедяла меня. Когда человек сидит, люди в боте. И я сказал, Господь. Ты стоишь. Ты же всемогущий. Ну, почему ты сразу не можешь, просто в этот момент меня освободить? И Господь ответил. Он сказал, я могу тебя освободить. Но ты не сможешь дыхать. Но ты не сможешь дыхать. Поэтому я должен ждать тебя постепенно. И Он мне как бы показал такую новость. Он сказал, что твоя проблема, она занимает часть твоего существа. И если я освобожу тебя в один момент. У меня странный ружье, но нет ли? Останется пустота. Придет страх. И ты не сможешь держать. Он на себя смотрит. Вы помните, когда Господь вводил Израил за свою землю? Он сказал им. Он сказал им. Я не дам весь всю землю сразу. Я не дам весь всю землю сразу. Я не дам весь взамен у Израиля. Но мало по малу. Я не помазать, как если услышать в шклату. Потому что земля вообще. И у тебя все где-то больше. А у вас еще мало. И полевые звери будут умножаться. Он, что ты вовлезает. Но мало по малу я буду давать вам эту землю. По мазам есть их шклат, шклат. Поэтому иногда исцеление это процесс. Они говорят. Где нашли процесс? Ты принимаешь исцеление. Но какие-то симптомы еще могут быть в какое-то время. Иногда это может быть и год и два. Но ты должен знать, что ты уже исцелел. Ты вязан только. А ты его есть идея драться. И просто. Он венкашит. Бог взращивает твою веру, чтобы твоя вера исцелила все эти симптомы. Но ты начинаешь переживать. Он, наверное, Господь меня не исцелит. А вот Деус Михаил сгалкин. Ты позволяешь мне одну, чтобы он заплатил. Глава. Сатарная мечта. А ты грешишь. А грешишь. А грешишь. Это просто нет. Давайте посмотрим в ритминном. В ритминном. В ритминном 4-м году. Мы должны понимать, что вера. Он связан от этой цифры. Она возрастает. В ритминном. Могут быть и взлеты, и потери. А вот так. Лидовая мошка. А ты приплала. И когда брак прибыл глубокую депрессию. Даже катабра там снежатый. И он говорил Господь. Ты недавно наследник. Но Господь учил. Ты недавно наследник. Но Господь учил. Это с кукс матери. И Господь хочет тебя учить. Он говорит. И ты мать его. Когда ты приходишь в Катуна. Богу говоришь Господь исцеление. Он сам не обидел с деды мать. Господь говорит. Ты исцелен. Ран на Иисусе не станет. Ты исцеление. Ты исцеление. Но давай будем с тобой сотрудничать сейчас. Чтобы ты взрастил свою веру. И заложил нам сам от тебя. И ходил в полную силу. И некоторые люди делают ошибку. Они закрываются от Господа. И допускают страх. И допускают страх. Почему тогда Господь исцеляет. Может быть я чего-то не понимаю. Моя первая слова. Ты исцелел. Ты исцелел. Ты исцелел. Просто ты должен прийти, чтобы ты понял это. И я поеду лайк. Приеду на ту свободу. Было время, когда люди получали прощение веков многократно. И как идёт на карьес. Ножа. Барракады. Ножа. Но сейчас. Вы знаете. Вы знаете. Иисус. Вы знаете. Иисус. Римляния на 4 главе. Принцип веры Абрама, который он применял. Чтобы принять исцеление. давайте посмотрим начали финансов здесь как не только принесет обрезание но и хотящий по средам веры отца нашего веру невозможно скопировать но вере можно который он поверит которому поверить вот рада а мечты тени животворящих мертвых и называющий несуществующих как существующий он сам слава называющий несуществующих уже существующий я не слышу можно вырубать дальше под сверху надежды поверил с надеждой 19 стих 5 из немощных двери он не повышал что дело его почти столетия уже омертвела и утроба старина на мерклинии он не залетит сида он скалимиеся и памятник шварей и облудцит сгар он как в память с колеса с манцклеевс не покалиматься обидвание можем не верить но прибыл к вере воздав слава богу он не залетит сида и не шпали как после царского где он ходит от дома и будучи упал я уверен что он силен и исполнит обещание он не палец настолько дьявс что обещи абсолютно успеха не горит ты должен верить что он скрыт что хочет и он может и так номер один он сверху надежды поверят с надеждой сверху надежды с естественность точки зрения но сверх надежды надежда библия говорит что все мы имеем меру веры которая может возрастать но какова бы ни была твоя мера веры ее достаточно для чего марк 11 23 можете дома смотреть в луке 17 а не пришли к иисусу его ученики и сказали господь поможешь нас веру он сказал дело не в том насколько велика и будете применять применять что мы делаем практикуем а когда мы поженились с женой снимали по стенке и там за стенкой соседи жили однажды была такая ночь шумная там по стенке и я всю ночь пытался запрещать зато нет на пиццентус а из лексата я просто знаю тебя связано ну просто я не верю что он связывается понимаете в чем проблема куда связывает один, второй, третий раз это для чего тебе его второй раз связано может ты не верю что он связался но так же и я связывался всю ночь и я уже не выдержал и закричал сатана пошел вон отсюда и в этот момент такая тишина в задней стенке и такой чудный голос ну все я пошел ну если сайт гад так у нас нет проблем с верой которая начнут давайте у христиан проблема с надеждой не слышали про шлем надежды спасения ты веришь ты веришь ты веришь ты веришь твоего духа нет страха сказано что Бог не дал нам тут страх как но если в твоем духе нет страха тогда где есть страх когда когда баял страх так не будет разно баялся баялся богохрад беспокойство а так будет разно собраться ничего с богохрадом и на как если они думают моя мера была ты стоишь дома мандитили мазение нет я хотела навести порядок разный не ну не в латвии конечно ну там у нас он всегда смотрит видевые вещи он оценивает обычно на тебя возложили руку и вот пошли мурашки как вы думаете вообще мурашки это признак помазали а что туда признак помазали ну такой 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 поклон такая радость признак помазали получается на то что стендерских концертов там помазали там помазали там мурашки есть я не говорю что помазали не может какие то чувства быть я вам дам простую форму помазали не не оценивать нет не допустите свое сверх надежды повел с надеждой поэтому возможно одновременно и верить и сомневаться что можно иметь одновременно и вера в духе и тега с сомнением разума и так здесь стоит отец приводит сына который странает и он приводит к ученика иисус на горе но они не смогли его исцелить тогда мы приводим марок надеюсь иисус сказал если сколько-нибудь заметьте сколько-нибудь можешь вернуть все возможно вернусь если сколько-нибудь если сколько-нибудь можешь все если есть и тот же за это сколько вас просыпался слезами веруя господи помоги моему верю верую стицу помоги моему В сердце верит, уповаривает, но когда смотрит на своего ребенка, у которого припадает, приходит страх, приходит сомнение, и так же ученики, они после подошли к Иисусу, почему вы не изменили? Вы дома можете посмотреть, а там Матфея 17. Почему Матфея 17? Потому что мы видим, что Матфея 10 и Суртану силу власть. Мы не смогли знать. И они говорят, Иисус, у них есть ли? Учитель, почему мы не спрашивали? Он сказал, по невериму. Иисус. Иисус. Какие-то простые случаи, возможно, они исцелены. Но когда они увидели этого мальчика, спелые на улице, они подумали, что это существует. Иисус. 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 Итак, пункт номер один. Иисус. 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 Он понял, что Бог называет несуществующее, как уже существующее. Это стих 17. Заметьте, Бог призывает Авраама бездельного, но говорит, я в тебе благословлю 5 народов. У Бога картина. Бог живет там, вне времени, в ту аркустную арку. Послушайте сейчас внимательно. Какая бы ситуация, и как бы ситуация? Изменить свой вид, изменить свои слова, изменить свои слова радости. Бог сказал ядро. Помните эту историю, когда скот начинал? Он брал ветки. Почитайте думать историю. И ложил там на корыту. Ветки порезанные были. Потому что Бог пообещал им пятнистых слов. И это словно абсолютно плантливая в наградах. Я не знаю, как это действовало. Но Яков, глядя на это Яковского радио, он представлял. Он верил. И дали я проповеду эту тему у нас все. Не синие с лунной шатремой, когда мы с драудзем. А видимо. А видимо. А видимо. И затем я случайно разговариваю с одной женщиной. И Бога сам, как мы как раз с лунной посадим в Сирии. Она давно взем. Мы не все вземы. Я не знаю, сколько ей нет. Я думаю, может быть, угодно с видеться. Я слизываю, как мне кажется. Я спешу седем без папу. И просто разговариваю. Как дела ваши? Ну все, конечно, все у нас кровни. Она говорит, хорошо было. Министерство говорит, не важно. Говорит, очень сильно болели ноги. Я говорю, вот с этой крови. Долгое время. И углали. Становилось все хуже и хуже. Клево. И следа на света. И говорит, после вашей проповеди. Я решил представлять. Есть новое представление. Что я хожу как в молодость. Крестая к нему. И говорит, за три недели. Ты полностью ушла. Сыркоприя, я не даю. Приливай на Беста. Она говорит, мне так легко хотите. Но он ты грей не ставь на Беста. Называй не существующим. Жизнь, ты не существующим. Жизнь, ты не существующим. И ты говоришь, Господь, спасибо тебе, что я здоров. Ну да, с округом спал Дескай, если раз в деньгнадцать. И когда мне будет сто десять лет, я хочу поехать, Господь, на Спанию на курорт. Ты измевай на Спанию на курорт. Я выходит. Ты чего вообще говоришь? Санна старт. Ну, то есть погода. Тебе шестьдесят где-то болит. Ты стоишь на Сан. Какой? Молит она. Я вы не хочешь. Ты говори. Санна знает куда-то там. Приходит страх. Он арбаялась. Помните Матие 15? У меня просто нет времени. У нас есть эти писания. Написано. Поверил Авраам. Поверил Авраам. Поверил Авраам. Это 15 глава Матия. А в 16 сказано. Но Санна не рождал. Но не рождал. Поверил. Но не рождал. Но не рождал. И кто Господь говорит? Санна не рождал. Знаете как переводится с евреев это слово Санна? С одной р. С одной р. Борющаяся. Борющаяся. Санна рассматривала себя как борющаяся. Она боролась за благословение. За свое место поход. Я прорвусь. А Господь говорит, перестань думать о Санна. Ты уже такой пропагpage. Называй ее Царой. Царицей. fastereania Называй ее существующие. Несуществу . НОмер 3 НЕ СМОТРИ НА ПРОВЛЕНСКО НЕ СМОТРИ НА ПРОВЛЕННО ... смотрите 19 стих. Очень важный стих «рог junto с парским плямками». Господь дал мне это откровение в 1993 году, когда я все еще боролся с этой депрессией. Когда я боролся три года с этой депрессией, Господь дал мне 10 откровений, применяя которые, я смог принять слово. И вот это одно из этих откровений. Здесь сказано «И не из него в швей он не помышлял, что тело его почти столетнего кружа, обертвело». Его разум говорили «Посмотри на себя». «Поскажи, если сказать, когда у меня были депрессии, я себя очень плохо чувствовал, я себя делал, я хотел себя спорить, я сказал «Кукс». И Господь сказал «Вообще перестань себя делать». Он сказал «Повесен ваш, это все отломал». Знаете, в одной человек, исцеленный, точнее, человек, он встает утром, и думает «Интересно, когда там опять этот цифр?» Он сказал «Каракавас, а весь вопрос». «О, обед еще не тут». «Послецов нахожу». «Самбат» «А, байка, но, сахфа. Да, да, я буду дальше смотреть. «Турпина, ашу пасл дина. Зритна, ша». Вот чем быстрее переключишься на Бога, и Бог мне сказал, перестань думать о себе. И я говорю, что Пастор, вы спать, перестань думать, как ты себя чувствуешь. Ведь когда ты думаешь, как ты себя чувствуешь, не отдам это дома, а потом как ты себя чувствуешь. Если ты хорошо себя чувствуешь, ты радишься, когда ты лапишься, ты приезжаешь, а если делать, то ты будешь в сердце. То есть, этот принцип очень важен. В принципе, он чувствуется. Когда смеи кушали, когда он кушает, как Джудка скотать. Вы знаете, когда сбеячь человека кушает, какая реакция естественная. Как число не больше Чжудка на реакции, делая себя к силам. Обратите мне взор на ауфут, а зарейцы сам Абу под к которому что-то делать. я и господь сказал посреди стадо все оставшись но и все кто посмотрит это 6 будет исцелён сколько было в израильском народе когда они ушли в египет и сколько было а мне было на гайдар в львове 50 тыс и город так немаленький да ты говоришь машина сломалась цепь не поймаешь два километра идти а да да то змея взяла и он должен был убежать через 200 у меня бы ясно как быстро шла вода и не на себя смотрит она И последний номер четыре книги. Сказано, что он был тверд в вере, этот двадцатый стихий воздавал славу Богу. Он благодарил Богу и славу Богу, и когда Бог увидит, что я его благодарю, он меня за это исцелит. И когда ты получаешь откровение, и побеждаешь страх, он только взорвается, начинаешь поверить. Моё тело говорит... 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 Папугаев можно научить исповедовать, Папугаев Можно учить его говорить, что деньги приходят на Узлама, Деньги приходят на Узлама, Уличка Рунаса, Рунаса Слайва, Раны Иисуса, Благодаря Иисусею, Я из Грузаев, Плэссиен, Но это не будет работать, Это не старт, это сердце, Поэтому вы тогда знаете, как в сентябре все похожи на Папугаев И немножко не сомнительный, Но запишите мне эту молитву, Мы можем говорить, Называть несуществующие сразу, И второе очень важное, Воображение, Никогда не представляй себя в поражении, Диалог такой воображения И тебе 40 лет? Ты здоров! Что ты думаешь? Это дома? Ну как неудобно сделали... Ты не думаешь, что это два этажа и так? Ты знал, что это ареста Что зал у нас в церкви на втором этаже? Всего растало, он сидит в зал, Будет мне 70 лет, буду наявлять На кресле каталки Как же я заеду? Да, я сам не забрал, что все время Нет, ты поклоняйся, кроме Бога Но дьявол, я не смотрю Не позволяй дьяволу из твоего разума делать ужин Но... Аминь! 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 Я люблю тебя как разумен! Я хочу помолиться за тех, кто испытывает счастье. Если вы испытываете боль, вы желаете, чтобы помолиться. Если вы испытываете боль, если вы не испытываете боль, то мы побольше по-другому. Но если вы испытываете боль... Нет таких, да? Хорошо. Если вы знаете, что у вас диагноз, с которым вы боретесь. Если вы хотите исцеление, пожалуйста, проходите. На сердце. Слава Богу Господа. Слава Богу Господа. Возьмите. Как вы себя чувствуете сейчас? Вчера я был уходить в вас укажем. Пройдите, пожалуйста. На палатке, да? У вас болело здесь, да? И в самом деле. Сейчас как? И лоба. Это с кровью с лицом. Но вы себя лучше чувствуете, да? Да, это лоба. Господь, спасибо тебе. Посидимте за колокол и сцепи. Воимей сюда. Воимей сюда. Воимей сюда. Воимей сюда. Воимей сюда. Воимей сюда. На плечах этой боли воимей. На плечах этой боли. На плечах этой боли. Воимей сюда. Воимей сюда. Знаете, я хочу сказать еще одну вещь. Очень часто люди выходят на эту болицу, и они не принимают их в силу. Не просите, принимайте. Восславьтесь, восславьтесь. Какая у вас проблема? Ходите сейчас. Смотрите. Вы хотите? Ходите. Вот это правильно. Вы с вами не понимаете. Как это? Как это? Сколько за мной? Сколько за мной? Сколько за мной? Спросите. А что? Граф. Приклепите. КакBook. Граф. Уменьшите. Граф. А что? Погорель. это 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 Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Девушки отдыхают. 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 Девушки отдыхают.